Удар слева двумя руками с отскока. Кому-то он дается легко, кому-то не очень. С основными задачами этого урока вас познакомят Андрей Меринов и Вика Кулеш. В данном уроке мы предлагаем структуру удара, близкую по форме к Андре Агасси. Просчитывая механику удара многих игроков, мы уверены, что именно форма удара Агасси является наиболее перспективной. Если сказать коротко, эта техника способна увеличить темп современной игры и обойтись без серьезных травм. Сегодняшний наш урок – это урок об ударе с отскока двумя руками. Этот урок значительно более углубленный и расширенный по сравнению с нашим предыдущим для новичков. В этом уроке мы обратим особое внимание на то, как работают стопы в момент замаха. Также мы покажем вам, как правильно разгоняется головка за спиной для того, чтобы ваш удар был хлесткий. И особое внимание мы уделим траектории головки в момент выноса, которая позволяет вам быстро и без потери времени выходить из удара. Техника этого урока и все наше описание будет основываться на движениях такого великого теннисиста, как Андре Агасси. В истории тенниса было очень много игроков, которые хорошо играли слева. Но только, на мой взгляд, Андрей Агасси довел технику удара слева двумя руками до совершенства. До своей непревзойденной простоты в исполнении и красоты. Хочу дополнить. Агасси был в туре более 20 лет и выиграл почти все. О нем вы можете многое узнать из интернета. Но что бросается в глаза? Это высокая экономичность и простота движений. Его движения были органичны с точки зрения функционирования суставов. При этом он убирал те же скорости ракетки перед фазой контакта, что и Федерер, Вердаско, Джокович и другие звезды современности. Но при этом он избежал серьезных травм и в более 20 лет демонстрировал высочайший темп. Исходя из специфики, связанных с защитой авторских прав, да и плохим исходным качеством видеоматериалов с Агасси, мы в нашем уроке, не показывая Агасси, опираемся на общую структуру игрока, обладающим лучшим ударом слева двумя руками. Андре Агасси родился 29 апреля 1970 года. Сын иммигранта из Ирана, Андрей Агасси начал учиться играть в теннис с раннего детства. В 13 лет, попав в теннисную академию Ника Балетери, он в 16 лет вошел в 100 лучших теннисистов мира. А к 19 годам заработал более 2 миллионов долларов и поднялся до третьего места в рейтинге Ассоциаций теннисистов-профессионалов. За дальнейшую карьеру он выиграл 60 индивидуальных турниров, в том числе 8 турниров большого шлема. В одиночном разряде и один в парном. И стал первым в истории обладателем карьерного золотого шлема среди мужчин. В разные годы выиграл все 4 турнира большого шлема и Олимпийские игры. В составе сборной США он трижды завоевывал Кубок Дэвиса, наиболее престижный теннисный трофей на уровне национальных мужских сборных. Между 1995 и 2003 годами он в общей сложности в течение 101 лет был первой ракеткой, где он стал. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что именно отличало удар Андрея Агасия от остальных теннисистов в первую очередь? Это то, что Андрея выполнял удар слева двумя руками с отскока практически на прямых руках. Сейчас многие теннисисты хорошо играют слева двумя руками, но за исключением Энди Марре, их локти находятся прижатыми к корпусу. И они теряют в дальнейшем очень много времени на распрямление локтей. Итак, что нам нужно в первую очередь сделать? В исходном положении вы держите хватку для удара справа, и ваши локти находятся достаточно далеко от корпуса. Вы находитесь в исходном положении, в беговом наклоне, и в этом положении вы обязательно совершаете разножку. Это ваше первое движение. Вы заряжаете ваши ноги. Вы делаете разножку, приземляетесь, и следующим вашим движением, сразу после того, как вы сделали разножку, будет поворот стопы и смена хватки. Я повторю еще раз. Вы делаете разножку, поворот стопы и смена хватки. Разножка. Ее смысл тонизировать мышечную систему для последующего движения к мячу. В реальной игре самая высокая точка разножки соответствует удару соперника. Далее смена хватки. Далее движение стопы внутрь. На большом пальце запускает поворот туловища к приближающемуся мячу. Обратите особое внимание на положение ладони на ракетке, с поправкой на то, что Андрей левша. Итак, вы выполнили разножку. Но мяч летит прямо в вашем направлении. Но у вас есть около секунды времени до вашего удара. Как лучше использовать это неумолимо тающее время? Сразу после того, как вы сделали разножку, уже возникают различные варианты поворота ваших стоп. Предположим, что вы выполнили подачу, и соперник нанес очень мощный прием непосредственно вам под ноги. У вас цейтнот. Время на выполнение большого количества движений у вас просто нет. У вас фактически существует время для выполнения только одного движения. Я сейчас покажу, что именно вы должны сделать, чтобы качественно и хорошо нанести ответный удар по мячу, который прилетел вам под ноги. Вы делаете разножку, и после того, как вы сделали разножку, вы меняете хватку, и вам достаточно повернуть стопу ноги, которая ближе находится к центру. Разноименную стопу. То есть, если вы играете слева, значит, опорная нога у вас одноименная – это левая, разноименная – это правая. В моем случае это наоборот, поскольку я левша. Вы делаете разножку, тут же поворачиваете колено вовнутрь, оно должно быть абсолютно расслаблено, вы готовы наносить удар навстречу. Итак, мяч летит быстро и прямо в вас. Правое колено внутрь мгновенно повернет боком к точке будущего контакта. Если вы начнете делать больше движений, вы пропустите точку удара. Если вы попробуете развернуть и одноименную стопу одновременно с разноименной, вы пропустите точку удара и фактически совершите ошибку. Еще раз показываю, как это делается. Разножка, смена хватки, поворот стопы вовнутрь. Вы готовы нанести ответный удар. Например, если же вы находитесь в розыгрыше и вам нужно двигаться в сторону на несколько шагов, то тогда уже работа ног выглядит немножко по-другому после разножки. Вы совершили разножку и вы большим пальцем без опорной ноги начинаете движение в сторону с помощью большого пальца. При этом опорная нога, одноименная нога обязательно разворачивается так, что середина стопы смотрит в направлении вашего будущего удара. Еще раз показываю. Разножка, шаг. Обязательно шаг в сторону. Разножка, шаг. Смотрите, мои руки практически ничего не делают. Они следуют за корпусом. Плоскость ракеты в этот момент находится в точке предполагаемого удара. Практически. Разножка, шаг. Практически. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Основная часть этой фазы – повернуть плечи. В уроке «Работа ног» описаны различные варианты подхода к мячу. Поэтому в данном случае мы не будем особенно отвлекаться от темы базового удара слева. Скажу только, что в идеале редко кому удается подойти в точку контакта за один-два шага. Итак, что же происходит дальше? После того, как вы одноименной ногой с помощью стопы развернули себя и начали движение головки назад в первую фазу замаха, то есть в точку удара, вам необходимо будет сделать еще одно движение – это шаг на мяч. Шаг на мяч всегда делается с пятки на носок и колено смотрит на мяч, колено смотрит в корт. В идеале никогда не бывает такого, чтобы вы просто за два шага дошли до мяча. Вы всегда делаете два шага, потом у вас идет мелкий подбор ножками к мячу, и потом вы делаете еще раз дошаг. Я покажу, как это делается. Разножка. Вы поворачиваете стопу, делаете шаг на мяч с пятки на носок, доходите до мяча, делаете еще раз дошаг. И вот в этот момент очень важно, что когда вы делаете последний дошаг на мяч, акцентированный шаг уже на мяч на удар, в этот момент головка ракетки находится в абсолютном покое. Она не должна двигаться ни назад, ни вверх, ни вниз. Руки не ищут мяч ни в коем случае. Это делается так. Вы делаете шагов, и вот в этот момент колено уходит от головки. Если же вы в этот момент, когда делаете шаг, немножко двинете ракетку, хлеста у вас не получится. Уход коленом от головки вперед – важнейшая часть удара. Когда разбираешь чью-то технику на монтажном столе программы, там хорошо видно, на какой тысячной доле секунды происходит то или иное движение. И что именно запускает это движение. Если сказать красиво, можно увидеть момент рождения движения. Но чтобы оно родилось, необходимо подготовить для этого почву. Уход коленом от ракетки – это создание объема для формирования исходной энергии удара. В отдельном уроке биомеханика тенниса мы подробно расскажем, как происходит набор, перераспределение и концентрация энергии в нужных точках. Но сейчас именно коленный сустав необходимо отодвинуть вперед от ракетки. Субтитры создавал DimaTorzok Основная идея шага правой ноги на мяч – оставить головку в этот момент неподвижной. Тогда вы накапливаете некий объем энергии для последующего разгона ракетки на мяч. Основная ошибка данной фазы – когда игрок шагает вперед вместе с ракеткой. Итак, шаг вперед правым коленом, но ракетка остается выше по отношению к запястью и никуда не двигается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok